М1 Глобал М2 Глобал У меня есть еще 2 месяца, впереди я буду очень серьезно готовиться, я думаю, я буду готов Когда планируешь начать подготовку и где она будет проходить? В принципе, я уже в форме, я тренируюсь постоянно, я, можно сказать, и не отдыхал Но на протяжении вот этих двух месяцев я уже дам серьезную нагрузку и подойду, наверное, в своей лучшей форме Как касательно твоего будущего оппонента Штефана Пюца, это довольно со всех сторон сбалансированный спортсмен Как думаешь, какая бы тактика или подошла бы к нему, там, в стойке хотел бы с ним биться или в партере? Я думаю, я буду биться в стойке с ним, потому что его сильная сторона, это его физика, да, он постоянно вяжет Рассчитывает на свою функциональную подготовку Я думаю, скорее всего, я буду бить его в стойке Ну, в принципе, я очень много борюсь, я буду готовить как и в партере, так и в стойке Сегодня был один из самых громких боев, это вот Анатолий Токов, Рамазан Имеев Что скажешь о бою? Как тебе этот бой и как тебе соперник? Оба очень сильные бойцы, что Рамазан, что Анатолий И был очень напряженный бой, но я уверен, был в Рамазане, он очень хорошо готовился Очень усиленно готовился к этому бою, я уверен был, что он выиграет Еще вопрос, вот летом ты проходил сборы в Риме, правильно, в Италии Расскажи, как пришло такое решение, предложение и что ты почерпнул, новое что-нибудь? Ну, как бы меня пригласили туда пройти подготовку И у меня было свободное время, я решил поехать И время до боя было еще, я решил отдохнуть и так же потренировался там хорошо Как-то отличается оно кардинально от того, что в Дагестане где интереснее? Время, можно сказать, только город красивый А в плане техники и работы, я думаю, у нас намного сильнее уровень И так же борьбы, так же и стойки Не сказал бы, что в Италии так развита ММА, как у нас Но, как бы я туда поехал, как бы по обмену опыта Много чего хорошего извлек тоже от них Спасибо за интервью Для твоих болельщиков, может быть, несколько слов Что ты ждешь от боя со Штефаном, может быть, тоже как-то их пригласил? Проходите, болейте, постараюсь радовать вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому